Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 чтобы решительник восстановился нормально касается женской там произошла замена для льва ровно мальчиков то есть состав кавалёву давайте мужской женской ковалёвы какие сейчас нужно сделать все-таки выводы как попробовать перестроиться чтобы все-таки в команде не было того, на чем постоянно напарываются командная борьба, командные соревнования вообще другие соревнования то есть все личные соревнования для нас закончились поэтому все что прошло это уже прошло командная борьба она совсем другой нокаут совсем другую психологию имеет там бои совсем другие это во-первых бои на отрезке нельзя сказать что на 5 уголов на 5 уголов если ты все время ведешь, а не на 5 а если ты проедешь, то кому-то надо носить и 8 кому-то может быть и 10 а у кого-то и 12 и 15 бывает поэтому там это абсолютно другие соревнования, вы завтра это увидите поэтому, ну спортсмены все у нас опытные саблисты трехкрат чемпионат мира саблистки тоже педесталов не слезаемые лидеры сезона говорить о том, что им надо делать в команде не надо тихо и они выходят под руководством генеральный менеджер Кристиана Павла который уже достаточно медалей на выиграл уже со сборной России поэтому наполнительно накачивать и мотивировать чем-то я думаю, что это не стоит нет, я прошу пожистов, чтобы сейчас отвлечься от этого всего и эти ошибки, которые не удалось после Европы исправить как-то убрать что-то касается Шпании то тут горячку нельзя должны остыть голову, должны уйти эмоции тогда уже завтра забрать что произошло, почему потому что в принципе команды соревнований, как я сказал, уже другое имеют другую психологию но такой же ступор может наступить и в команде в принципе происходила у нас даже в последней Европе ситуация, когда мы верили 44-38 в женской операции и 7 уколов подряд получили и проиграли за первое место поэтому еще раз надо будет напомнить что есть различные варианты когда нам нужно сбить темп чисто тактически сбить темп но бывает, мы же все не роботы мы же когда-то теряем концентрацию внимания и в данном случае, когда ты наносишь, наносишь, наносишь а потом получаешь какой-то сбой происходит с тобой это объясняется просто что твоя концентрация внимания на время ушла чтобы она к себе вернулась надо какую-то сделать передышку если эта передышка не возникает потому что судья все время говорит ангард про али, ангард про али то надо передышку выдумать какими-то тактическими уловками и взрослому спортсмену рассказывать что им нужно выдумывать уже сколько раз рассказывали я думаю, что уже они выучили все это наизусть но еще раз повторюсь в саппарке часто думают что вот нанесу, сейчас нанесу не нанесешь уже проверено гадами тренер должен вмешаться тренер, поэтому буду выбирать с тренером отдельно в целом как оценить в итоге личного турнира вы довольны то что 6 медалей, 2 золота то что вы ожидали по крайней мере в прошлом году было 7 в прошлом году было 7 перенервчиво в этом году 6 в общем пуфе это 4 вида даже не 4, а 3 дали 6 медалей в прошлом году все 6 видов дали 7 поэтому где-то есть прогресс а где-то есть регресс но опять же в общей в общей копилке 6 медалей уже хорошо поэтому я конечно оценивал как хорошее личное поступление для члена поэтому, опять же, мы не живем вчерашним днем все, прошли соревнования мы уже за них о них забыли готовиться к команде да, Эльгер скажите, ну кто все-таки больше несет ответственность спортсмен или тренер который его вот непосредственно секундирует кто в большей степени виноват вот в том же Авдееве есть прекрасная поговорка выигрывает спортсмен проигрывает тренер вот это так, это в чужих так было выиграл спортсмен, все, он чемпион все забыли, что кто его готовил что это не... я же всегда говорю, что победа это комплексное мероприятие это не только эти спортсмены, спортсмены, тренеры это судьи, это врачи, массажисты, мастер по оружию начальника, это комплекс поэтому, когда спортсмен выигрывает что-то все забывают, что это была Была подготовка всех вот этих структур и всех этих людей. Но когда проигрывают спортсмены, о, тренер плохо подготовил, о, это, это, такова жизнь. В данном случае, конечно, нужен был Глазунову, ну, личный тренер Глазунову, Авдееву. Поэтому надо было Глазунову как-то вмешиваться. Во всяком случае, у каждого тренера, кто работает много лет со своим спортсменом, должна быть уже какая-то домашняя, как угодно называть, домашняя заготовка. Вот такой случай. Вот такой случай случился. А домашнюю заготовку, или они не имели, я вообще не думаю, что они не могли не иметь, опять же, Авдеев спортсмен высокого уровня, или просто не применили, потому что, видимо, тренер тоже сам находился в прострации. Вы решили не бриться на форт? Да, все поблизи. Если завтра зачистить. Спасибо большое.